Не лучше ли это работает, там помощь людям или консультация при личном контакте? Мой информат, он позволяет мне общаться с сотнями людей еженедельно. Работать надо с родителями. Сколько было оборотов? 4-5-0, вот так. Для того, чтобы набрать первую группу, потратили на все вот эти вот затраты 10 тысяч рублей. Друзья, всем привет! В очередной раз вы находитесь на канале Акселератор онлайн-школ Аксель. В очередной раз с вами Илья Терновой. И я Федор Спиридонов. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о психологии и воспитании детей. И самое главное о том, как сделать в этой сфере онлайн-школу. И сегодня у нас в гостях будет Руслан Рожнов, кандидат педагогических наук, который даст мощнейшие инсайты. И у нас выйдет душевное интервью. Не переключайтесь. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Вы построили свою школу онлайн, являетесь там и продюсером, и экспертом. Давайте разберемся вообще в этом пути. Скажите, пожалуйста, что вас вообще в эту деятельность привело? Преподавать я начал еще на третьем курсе педа-университетом. Причем совершенно осознанно это был такой выбор. Потом я пошел в бизнес-образование. Порядка 15 лет там проработал. Дошел до уровня руководителя отдела обучения. Но при этом своего бизнеса у меня не было. Идея о том, что хочется что-то свое, она возникла где-то там к 40 годам, несколько лет назад. И я стал смотреть разные варианты. Постепенно я пришел к идее, что для меня лучше это будет онлайн-школа. Потому что здесь есть возможность и учиться самому, путешествовать. Ты не привязан, ты не обязан там каждый день ходить в офис. Гораздо проще стартовать. У меня на тот момент уже был достаточно богатый опыт консультирования людей по темам, связанным с детьми, особенно с подростками. Но я понимал, что я в год помогаю 5-7 человек. Ну 20, ну 25, но не больше. И поэтому я выбрал для себя онлайн-формат. Он позволяет мне общаться с сотнями людей еженедельно. Я стал искать разные варианты, как можно сделать онлайн-школу. И дальше уже был акселератор. Дальше уже я увидел там способ, как это можно осуществить. И, собственно, укрепился в самой идее, что это должна быть именно онлайн-школа и какой она должна быть. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Не лучше ли это работает? Там помощь людям и консультация при личном контакте, когда вы чувствуете друг друга и понимаете. Дело в том, что если делается онлайн-школа так, как учит нас акселератор, у вас будет и то, и другое. В моем, по крайней мере, онлайн-школе это именно так. Есть предзаписанные уроки, которые дают человеку некую теоретическую базу, подводят его к каким-то идеям, к каким-то поворотным пунктам. А дальше есть обязательно живое общение. Оно у нас организовано в группах с кураторами. Часть групп обязательно веду я для того, чтобы иметь живой контакт с людьми, понимать, видеть, как все работает. Но даже сейчас к нам приходят по нескольку сотен людей в неделю. А сейчас дети остались, по сути дела, непрекаянными. Ими толком не занимается семья, потому что родителям некогда и не очень понятно, как это надо делать. Они сами выросли в 90-е, когда ничего уже не было. А с другой стороны, школа тоже, она говорит, наша задача давать знания, чтобы вы сдали ЕГЭ, чтобы нам поставили все там нужные галочки в РОНО, а то, что вы там воспитываете вас. Да, конечно, мы вам там организуем какой-нибудь патриотический праздник. Это не то, что нужно детям. Но такого же ребенка надо еще как-то заинтересовать, чтобы он пришел. На самом деле, работать надо с родителем. С ребенком можно работать, если у ребенка есть у самого мотив. Очень многие вещи связаны с тем, что родители и дети просто не общаются. А если общаются, то весь разговор крутится вокруг школы или какие-то домашние дела. И в основном это, ну, ты это сделал или не сделал? И в результате, естественно, ребенок от такого общения уходит, ему это неинтересно. Его там как человека нет. У него обостряется подростковое ощущение, оно у всех есть. Но если ситуация такая, то оно просто обостряется, что меня в семье не любят, я никому не нужен. Все-таки, наверное, важно быть для того, чтобы хорошим родителям, нужно быть еще в гармонии с самим собой, да? Да, конечно. Вот что важно для человека, для родителя, вообще на что уделить внимание, чтобы быть в ладах именно с собой, с внутренним миром, с ощущением себя? Ну, на курсе мы как раз целый блок про это делаем, потому что на самом деле это ключевое. С чего надо начинать? Для начала надо понять, чего же ты хочешь от себя, как от родителя. Самые распространенные два уклонения. Одно из них, я только не понимаю, как быть родителями, вообще не очень понимаю, чего я хочу. Несколько у меня уже таких кейсов было, где просто подросток, ну, что называется, веревки виллы своих мамы. Это одна история. А вторая история, есть наоборот. Люди, которые четко знают, в какой ВУЗ он поступит, какими предметами у какого репетитора должен заниматься, в какую секцию ходить, и вся жизнь распланирована. Но при этом самого ребенка не спросили. В каком-то возрасте ребенок понимает, что он живет не свою жизнь, а ту жизнь, которую ему придумали родители. И он начинает иногда, бунтуя против этого, вообще очень многие полезные вещи переставать делать. Ну, о чем нужно все-таки родителям разговаривать в первую очередь? Интересоваться жизнью ребенка, а если вот они действительно не понимают? Я убежден, что родителям подростков надо еще стать. Если вы успешно стали родителем ребенка, которому там 5-6 лет, 7-8, это еще не гарантирует вам успешности как родителю подростков. Дети готовы были бы говорить не только о компьютерных играх, но еще много о чем. Все дети хотят, чтобы родители с ними общались, чтобы они их понимали. Если спросить подростков, что вы хотите от родителей, основной запрос будет связан с тем, что вы со мной разговаривали как с человеком на равных. Надо разбираться, о чем же я хочу от себя, как от родителей и от своего ребенка. Вторая область – это общение, умение услышать, разговаривать, понять, умение себя раскрыть. Третья область – это сотрудничество, надо договариваться. И четвертая область – это взаимопонимание, взаимоуважение. И оно возникает только как результат. А многие родители, этот домик, они ставят его наоборот, на крышу, они хотят уважай меня сначала, слушай меня, а потом мы с тобой поговорим, может быть. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у Акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Расскажите, пожалуйста, про ту модель, которую вы сейчас построили. Мы действуем и по той системе, которую рекомендует Акселератор как основную, также идем и через соцсети. Второй путь, он менее, скажем, может быть, у нас проработан, но есть группы во ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме есть мой аккаунт, где много есть полезной информации, много есть материала. Вот все подростковые проблемы я рассматриваю как исследователь. Я кандидат педагогических наук, психолог по второму высшему образованию. И я иду по той модели, которую я разработал, проверил на чужих детях, проверил на собственных детях. У меня два подростка. Я просто собрал это вместе как пазл и посмотрел, что же нужно родителю подростка. И сейчас, работая с людьми, я убеждаю, что действительно, если какого-то из элементов этого пазла не хватает, вот тогда-то в семье начинаются какие-то серьезные проблемы. Еще одна уникальность это в том, что мы работаем в долгую, мы работаем в годовой программе, то есть человек три месяца интенсивно учится, потом три месяца дополнительно к этому у него идет поддержка от кураторов, и потом у него еще годовое участие в сообществе родителей, где тоже есть взаимоподдержка, общение, дележка материалами. И все это создает ту среду, в которую человек действительно берет и начинает делать. Руслан, вы говорили о том, что появляется новое поколение пап. Вот мне хотелось бы узнать, что их отличает именно от старого поколения. Ну, во-первых, заинтересованы с детьми. Они гораздо более заинтересованы ребенком тем, что с ним происходит. Они играют с детьми, они разговаривают, они очень много уделяют внимания, в какой кружок, в какую секцию он пойдет. Они стараются ребенку очень много разного предложить в детстве. И само общение, взаимодействие с ребенком, для них очень важные жизненные ценности. Сколько стоит у вас обучение в школе? Какие у вас пакеты? Зависит от пакета. У нас три пакета, как нас учит акселератор. Есть вариант, так называемый, я его так и назвал, плацкарт. Особо не выдумывал. Он недорогой, он 9600 стоит. Но это предзаписанные видеоуроки, и практически там нет поддержки. Кураторская, такого живого человеческого вообще немало. Основной пакет, конечно, купе, он стоит 17 тысяч, его базовая цена. Пакет СВ еще есть, это 44 тысячи. Там практически полное сопровождение. Индивидуальный куратор от школы, очень много индивидуальной обратной связи. Это тот случай, когда сильные проблемы с подростком, потому что иногда приходят, там уже ребенок наркотики успел попробовать. Кого сложнее воспитывать, мальчика или девочку? Есть какие-то, может быть, статистика по этому? Вы знаете, 50 на 50 приходит. Я тоже думал, будет какая-то разница. На самом деле нет. За 8 потоков, за 7 получается, если вы набираете, сколько было оборот? 4-5-0, вот так. И какие были проблемы именно на старте? Ну, во-первых, была проблема с экспертами. Я до того, как стартовать сам как эксперт, попробовал, разумеется, найти экспертов и договориться с ними. В моем опыте получилось так, что люди не готовы начинать с каким-то продюсером, за которым не стоит школа. Когда я решил, что я буду упаковывать себя, я столкнулся со второй трудностью. Связана она была с тем, что последние 15 лет я работал в бизнес-среде, бизнес-обучении. И, естественно, у меня там не было небольших соцсетей. Я себя как эксперт не пиарил. Меня знали люди вот так вот. По сарафанному радио ко мне приходили. Я этим даже не зарабатывал. Это, скорее, было как увлечение, как хобби. Для того, чтобы набрать первую группу, потратили на все вот эти затраты 10 тысяч рублей. Ну, если мы берем таргетинг, то да, даже меньше. Чтобы собрать вот первую группу, не так уж много нужно. Если у человека есть какой-то бэкграунд, есть какие-то там в социальных сетях контакты и так далее, это вообще практически бесплатная история. Вам надо создать оборотный капитал. Либо он у вас будет заемный, либо вы его наработаете вот так вот. Прокрутили один раз, сумма выросла, еще раз, еще раз, еще раз. И дальше у вас начинается какая-то геометрическая прогрессия, рост. Почему не сделать онлайн, например, образование там в сфере бизнеса, там, где вы до этого работали? Здесь на меня повлиял акселератор, скажу честно. Там много есть заданий на призвание, самоопределение и так далее. Вот я так серьезно этим занялся в начале прошлого года. Все-таки я пытался понять, чего же я больше хочу. И я понял, что мне это вот интереснее, это ближе к какой-то моей жизненной миссии, к моему призванию. И поэтому школа именно такая. И я думаю, что я не прогадал, потому что когда ты начинаешь глубоко этим заниматься, действительно очень много туда надо силы и энергии вкладывать, особенно поначалу. И было бы сложно вкладывать их в то, от чего тебе прям вот лично не прет, то, от чего тебе лично не интересно. Планы какие-то, может быть, есть на будущее, на развитие? Да, конечно. У нас ближайший план – это мы будем увеличивать линейку курсов за счет привлечения экспертов. Так получилось, что многие родители, которые к нам пришли, у них 2-3 ребенка. То есть там не только проблемы подросткового возраста, людям интересно. Это одна из моих целей. За этим я сюда пришел. Эксперты, привет! Если вы начинающий продюсер и хотите еще как-то стартовать, давайте тоже попробуем один ваш курс упакуем, запусть вместе, а дальше посмотрим, что из этого выйдет. Например, родители приходят, хотят, говорят, вот нам нужно перевоспитать ребенка своего, да? Вы говорите, что, ну, начинаете работать с родителями, а родители говорят, нас не надо перевоспитывать, надо перевоспитать ребенка. Есть такие случаи? К счастью, нет. К счастью, у меня нормально построен мастер-класс, поэтому такие люди уходят где-то, наверное, на середине мастер-класса. И, кстати, немного приходит вообще, потому что мы все-таки изначально ведем к себе тех людей, которые близка идея о том, что воспитание начинается с самого воспитания родителя. Есть же очень много и книг популярных по дрессировке детей. Все они построены, давайте сделаем что-то такое, чтобы ребенок вот забегал так, как нам надо, или ровно стоял в углу, красиво украшая комнату. Не знаю, а есть ли вообще действительно какие-то достойные примеры из кинематографа, из книг, которые, ну, можно почитать, к чему прикоснуться родителям? Может быть, вы можете что-то сейчас порекомендовать? Да, конечно, могу. Давайте несколько книг хороших назову для начала. Во-первых, есть прекрасные книги Шалва Монашвили. Это человек, которого я считаю своим учителем, это доктор педагогики, доктор психологии, человек, который во многом толкнул меня вообще вот в работу с детьми и в школу. Письма к сыну, письма к дочери, его книги, есть о семейном воспитании, тоже его книга. Есть очень хорошая книга, ну, если кого-то другого взять, Дима Зицера, «Свобода от воспитания». Педагогика, она как-то впитывается автоматически. Ты можешь даже умом понимать, что это неправильно, но тебе нужно будет специальные усилия, чтобы это останавливать, а теперь сделаем правильно, да. Вот эти слова я не буду говорить, я буду другие слова говорить, такое усилие над собой. Вот книга Димы Зицера, она об этом, «Свобода от воспитания». Есть прекрасные книги Сухомлинского, есть классика Макаренко, да, «Родителям о воспитании». На самом деле, очень глубокая книга, если там абзацами выкидывать что-то там про советскую власть и так далее, а читать суть, то суть там очень глубокая и интересная. В нашем кинематографе полно и полно плохих образцов, ну, поскольку сама реальность такая, сколько, возьмите фильм Бородня, да, целый пособик, как не надо, или из свежего возьмите там «Нелюбовь» фильм. Да, давайте конкурс зрителям объявим, пусть они предложат фильмы. Предлагайте фильмы, которые можно посмотреть, на которых можно подчеркнуть, что для себя. Как образец того, как надо. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Было очень интересно, последний вопрос такой, который меня интересует, наверное, вот про подрастающее поколение. Есть градации на поколение, там Z, Y, там, да, поколение Pepsi. Вот сейчас современные тинейджеры, это что за поколение? Во-первых, для них очень важен смысл. Их любимый вопрос, а в чем смысл? Когда им что-то говорят, делай так, они говорят, а смысл, а зачем? Это первое. Второе, они, в отличие от предыдущих поколений, достаточно не то чтобы уверены в себе, но у них есть некое ощущение собственного достоинства, ощущение справедливости. И вот когда они нарушаются, эти дети очень быстро встают на дыбы. И, ну, третья вещь, они все в интернете, они все очень многозадачные, мультиплатформенные, 10 дел сразу могут делать, родителям тоже зачастую это непонятно, как так можно. Для них можно, потому что другой мозг, другие дети. Их уже вот так вот не усаживали, и вот так они не отвечали. То есть образование пытаются сделать сферу услуг. Ну, вот есть парикмахерская, есть там ногтевой сервис, есть барбершоп, а есть школа. И вот тоже здесь приходят люди, получают услуги. Идея про то, что мы всем добрые, мудрые, вечные, гуманистический подход, все это как-то... Исчезает. Замылилось, исчезает, и учителя себя ощущают уже некими урокодателями. Я пришел, отчитал свой урок, поставил оценки, и все. В общем-то, есть шанс отдать в хорошую школу и получить достойное образование для ребенка? Можно найти. Можно... В некоторых регионах приходится поискать, но в целом, Москва, Питер точно можно найти. А домашнее обучение? В последнее время много вокруг людей, которые действительно, особенно начальную школу, либо полностью домашнее обучение, сами учат детей, что тоже очень непросто, либо они организуют школу на дому буквально, то есть приглашают хорошего педагога, собирают несколько детей, и вот такая у них малокомплектная школа получается с очень сильным индивидуальным подходом. Очень интересно, что там будем вырасти. Там будут совершенно другие дети, совершенно другие люди на выходе. А если сфера образования онлайн для детей? Есть и такое, да. Есть и такое. Пока это все крутится вокруг сдачи ЕГЭ иностранных языков, математика, там, не знаю, русский язык, но постепенно это тоже растет, и, наверное, это один из элементов. Страна очень большая, скорее всего, это будет один из элементов. А сейчас нам нужно, в общем, из вас вытащить какую-то приятную коврижку для наших зрителей. Мы бы хотели, чтобы ваши курсы непременно прошли, все родители, которые только посмотрели и действующее, и будущее. Вот, это честно, искренне, абсолютно. И хотелось бы, чтобы для них в этом выпуске был какой-то бонус, скидка на ваши курсы. Если такое, конечно, можно. Да, можно, конечно. Давайте сделаем скидку на наш самый ходовой пакет купе, да, у нас наш самый ходовой. Сделаем скидку 30% и продлим ее. Продлим ее, пусть она действует в течение месяца. После выхода этого видео. После выхода этого видео, да. И нам еще надо кодовое слово какое-то. Естественно. Давайте кодовым словам будет растем с подростком. Название. Растем с подростком. Да, целая фраза. Отличная, с глубоким смыслом у нас получилась не слово, а фраза, промокод. Растем с подростком, уважаемые родители. 30% скидка. Это очень солидная скидка. На пакет купе. На пакет купе. В течение месяца после этого видео. Поэтому обращайтесь, пишите Руслану, приходите вот по этой ссылке. И мы желаем вам всего доброго и хорошего. Будьте отличными родителями. Вам большое спасибо за интервью. Спасибо. Было очень крайне приятно и интересно. Спасибо. Руслан очень правильная вещь сказал, что даже несмотря на то, что ты обладаешь информацией, которая дает тебе акселератор, это не панацея. Тебе в любом случае приходится нащупывать те каналы, которые будут работать именно у тебя. И действительно, так оно все есть. И даже в нашем проекте. Не, ну естественно, то есть ниши разные, целевые аудиторы разные. Надо как-то все это щупать, трогать, смотреть. На самом деле, смотри, у нас получилось интервью даже больше не про ту модель построения бизнеса, а мы разбирали его как человека и его экспертность. Его экспертность, да. И это говорит, наверное, о многом. Потому что человек действительно интересный и очень важно строить на персоне эксперта онлайн-школу. Несмотря на то, что он давно и долгое время работал для бизнес-среды, он нашел свое предназначение все-таки и пошел по этой стезе и не прогадал. Да, не стоит врать себе. Просто нужно не бояться расследовать золу своего сердца, и тогда у тебя действительно успешно будет все получаться. И мне нравится то, что он достаточно трезво, без алчности относится именно к своей школе. То, что он говорит, вот мне нравится тот темп, который мы взяли для развития. Есть люди, которые спешат в жизнь, а есть люди, которые полномерно развиваются. Здесь тоже важно найти то комфортное для себя поле развития. В любом случае интервью получилось действительно душевным и с Русланом общаться одно удовольствие. Так что давай, увидимся через выпуск. Кстати, прикольный цвет. Да, красный мой любимый цвет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Алексею Дубровскому!